На телеканале РБК Омск новости в студии Филипп Лебедь. Здравствуйте, смотрите сегодня. Омск для велосипедистов и футболистов. Какие спортивные перспективы предрекают городу в региональном правительстве? Медики отказываются комментировать смерть своего коллеги из Тюкалинской ЦРБ. В СМИ появилась информация, что хирург-травматолог, которого несколько дней назад в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу, скончался. Сейчас клиника полностью перепрофилирована под лечение ковидных пациентов. А у врача, по неофициальной информации, диагностирована внебольничная пневмония и 50% поражения легких. Министр Омского здравоохранения Ирина Солдатова выразила соболезнования семье врача. Однако в ведомстве заявляют, говорить о том, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция преждевременно. Для этого необходимо провести соответствующую экспертизу. В Тюкалинской центрально-районной больнице в интервью нашему телеканалу смерть своего коллеги подтвердили. Однако о диагнозе и причинах смерти главврач говорить также отказался, отметив только, что погибший хирург боролся с хронической болезнью на протяжении многих лет. Что касается появившихся слухов о том, что Тюкалинскую ЦРБ могут закрыть на карантин якобы из-за вспышки коронавируса, который мог стать причиной смерти врача, эта информация не соответствует действительности. Из 400 медработников ЦРБ в настоящий момент на больничном находится 11 человек. При этом лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19 поставлен только в одном случае. Он лечился в областной клинической больнице и, если честно, то мне неизвестно, был ли у него там или не был COVID-19. На сегодняшний день я этого не знаю. Какое там поражение легких и сколько, тоже мне неизвестно. У нас один человек с подтвержденным заболеванием COVID-19 лабораторно подтвержденным, она заразилась во время отпуска. Медики, конечно, болеют, но они уже находятся ближе к выздоровлению. Также пишут, что якобы водители скорой помощи под аппаратами ИВЛ находятся. Верно ли данное заявление? Вот опять же, могу ли я сейчас обсуждать его состояние здоровья и сам факт лечения? Но могу сказать, что не на ИВЛ. По официальной статистике Омского Минздрава в регионе диагноз COVID-19 подтвержден у 408 медицинских работников. Новую коронавирусную инфекцию не смогли побороть 58-летний лаборат медсанчасти номер 4, об этом стало известно еще в мае. А несколько дней назад скончался 43-летний врач-эндоскопист городской больницы номер 1. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 114 амичей. Общее число зараженных на 27 июля достигло 6298 человек. Уже почти две недели число зараженных за сутки превышает 100 человек. Амичи выкладывают в соцсети видео и фотографии пробок из машин скорой помощи перед клиниками, где делают компьютерную томографию. Очередной пост появился сегодня. Автор на условиях анонимности рассказывает, как на выходных до ночи ожидал своей очереди. Он оказался 26-м по счету. В региональном Минздраве прокомментировали видео. Ажиотаж, по словам специалистов ведомства, возникает только в выходные и в понедельник, когда горожане пытаются попасть на обследование по направлению участковой службы. В настоящее время в городе под диагностику COVID-19 отдано 4 аппарата компьютерной томографии. Амичам стоит запастись терпением. Ведь после каждого пациента томографы приходится обрабатывать антисептиками. Напомню, что самое большое количество инфицированных зафиксировано 23 июля. Тогда коронавирус обнаружили у 129 амичей. По итогам минувших суток Омская область заняла 15 место среди регионов по приросту новых больных. Минимальное количество зараженных зафиксировано 2 июня 30 человек. Положительный тест на COVID-19 подтвердился еще у одного игрока омского авангарда. Об этом заявил журналист Алексей Шевченко на своем YouTube-канале. Фамилию хоккеиста он раскрывать не стал, однако заявил, теперь спортсмену придется в течение двух недель находиться в номере Балашихинской гостиницы. 21 июля стало известно, что у 20 игроков и сотрудников авангарда выявлена новая коронавирусная инфекция. Омскому водоканалу грозит уголовное разбирательство. В прокуратуре проводят доследственную проверку, связанную с загрязнением воздуха. Компанию улечили в выбросах фенола в 45 раз превышающих норму. Если надзорные органы выяснят, что на предприятии неправильно использовали объекты или нарушали правила выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, руководителям Омского водоканала грозят штрафные санкции и даже тюремный срок. Впрочем, не только смердящие предприятия виноваты в плохой экологии. Выхлопные газы автомобилей не меньше, а может даже и больше, загрязняют атмосферу Омска. В связи с этим в региональном министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства планируют внести свою лепту в борьбу за чистый воздух в городе. К концу года количество автозаправочных станций на метане, который позволяет снизить уровень загрязнений, увеличится с двух до пяти. Две газовые автозаправки планируется построить на территории города в Амурском поселке и на Первой Любинской. Еще одна появится в Тюкалинском районе. Места под новые автозаправки выбраны на основе данных о количестве транзитного транспорта. Ожидается, что к 2022 году на территории региона введут 32 метановых заправки. Большинство из них будут расположены вдоль федеральных автотрасс. В правительстве Омской области намерены привлечь к реализации проекта частный капитал. Для этого уже направлена заявка на участие в федеральном проекте развития рынка газомоторного топлива. Это позволит компенсировать часть затрат на строительство газовых заправок, а также на переоборудование топливной системы транспорта под метан. Мы входим в список городов, которые должны проводить мероприятия по снижению выбросов в атмосферу. А использование метана в качестве топлива как раз этому способствует. К тому же у нас город миллионник и есть хоть какая-то газовая инфраструктура, две станции. Поэтому мы рассчитываем попасть в этот проект. Самая длинная в Евразии велопешеходная дорожка может появиться в Омске. Губернатор Александр Бурков презентовал министру экономического развития страны Максиму Решетникову проект благоустройства Иртышской набережной стоимостью в 7 миллиардов 300 миллионов рублей. Предполагается, что протяженность новой велопешеходной дорожки составит 15 километров. Впрочем, пока решение по вопросу не принято, Максим Решетников отметил, что в ведомстве рассматривают возможность изменения федеральных законов для реализации таких масштабных проектов. Сейчас мы прорабатываем концепцию нового федерального закона. Ключевая идея в том, чтобы дать возможность ускорить городостроительную деятельность в городских центрах и создать эффективные механизмы консолидации земель и управления проектами комплексной реконструкции. Добавим, что в Минэкономразвитии страны также находится заявка о Томской области на создание особой экономической зоны «Авангард». Если проект удастся реализовать, в регионе появится более 700 новых рабочих мест. Планируется, что документ могут согласовать к началу сентября. Уважаемая администрация, в соцсетях омичи жалуются на то, что новый фонтан на Бударино не работает уже несколько дней. По мнению недовольных жителей, причина тому, установившаяся в Омске после знойной жары прохладная погода. Впрочем, те, кто все же успел застать цветные струи фонтана в действии, остались не в восторге от увиденного. Цитирую, «дети его облюбовали в качестве общегородской лейки и обливалки. Но уж точно как фонтан он не функционирует. Этакий городской лягушатник на забаву детворе». В комментариях под жалобой омичи напомнили, фонтан на Бударино работает по графику в будние дни с 12.00 до 22.00 и в выходные с 11.00 до 23.00. Однако даже в указанное время застать его в действии горожанам не удалось. В городминистрации омичей успокаивают. Фонтан заработает со дня на день. На данный момент один из насосов сухого фонтана по улице Бударино находится на техобслуживании. В связи с этим фонтан работает не в полном объеме. Сегодня все ремонтные работы планируется завершить. Фонтан заработает в полном объеме в ближайшие дни. Впрочем, не работают в этом году и другие городские фонтаны. Например, на театральной площади, в скверах Первомайский и имени Дзержинского, а также в парке 30-летия в ЛКСМ. Ранее в городминистрации поясняли, причина тому переход объектов из содержания Омска водоканала на баланс муниципалитета. Этих людей не интересует, что дом может развалиться. Жильцы двухэтажного дома, безуспешно пытающиеся добиться для него статуса аварийного, обвинили сотрудников Департамента городского хозяйства в халатности и равнодушии. В открытом письме мэру Омска и губернатор Омской области омичи рассказали, что очередное заседание комиссии по признанию дома аварийным и опасным для проживания оказалось сорванным. Специалисты мэрии просто не явились на совещание. Между тем, для нескольких десятков человек, владельцев квартир в разваливающемся доме по улице Катышева, это последний шанс. Наша телекомпания уже рассказывала о мытарствах местных жителей. По их словам, дом в любой момент может рухнуть, кирпичная кладка разрушается, деревянный элемент из гнили. В подвале всегда вода. Однако решение вопроса о признании строения аварийным в очередной раз отложено. Из-за отсутствия кворума заседания специальной комиссии перенесли собственников жилья, многим из которых пришлось специально отпрашиваться в будний день с работы, отправили в Освояси. Работники департамента хозяйства халатно относятся к своей работе. Нам пришлось отодвинуть все дела, отпрашиваться с работы. А люди, которые сидят на зарплате и обязаны находиться на заседании комиссии для кворума, просто не явились. Этих людей также не интересует, что дом может развалиться не сегодня-завтра. Их не интересуют жизни людей, они тянут время. И сколько еще раз мы будем приезжать на комиссию, людей, обязанных на ней быть для кворума, не будет. Этих людей как-то наказывают за неявку на комиссию? Что за беспредел творится в городе? В администрации города Омска письмо уже прокомментировали, по словам специалистов мэрии. Причина отмены комиссии вовсе не халатность или равнодушие чиновников. Сотрудники некоторых ведомств не пришли на заседание, так как находятся на больничном. Чтобы не откладывать решение в долгий ящик, уже известна новая дата. Заседание состоится 30 июля в четверг. Приносим свои извинения за то, что заседание межведомственной комиссии не состоялось. Заседание было отменено по объективным обстоятельствам. Все сотрудники департамента городского хозяйства присутствовали в этот день на заседании, за исключением сотрудников других ведомств, находящихся в больничных отпусках. Заседание межведомственной комиссии состоится 30 июля. Все участники и заявители будут оповещены заранее. В случае невозможности принять участие будут направлены и другие представители ведомств. С начала года на уловки мошенников попалось больше 2000 мячей. По данным регионального управления МВД, это 25% от общего количества зарегистрированных преступлений на территории Омской области. Большей популярностью среди мошенников пользуется метод банковского работника. Также часто мячи теряют деньги, совершая покупки в фальшивых онлайн-магазинах. О том, как обезопасить свои личные данные и не попасться на уловки мошенников, мы поговорили с заместителем начальника отдела по расследованию преступлений в сфере информационных технологий ОМВД России по Омской области Ольгой Шерстобитовой. Интервью смотрите сразу после выпуска новостей. Новый исторический минимум. Центробанк снизил ключевую ставку в третий раз с начала пандемии коронавируса. Снижение составило 0,25% пункта. Новая величина ключевой ставки 4,25%. Еще в начале весны она была равна 6%. Вслед за процентной ставкой изменяются кредитные ставки, в том числе и по ипотеке, а также проценты по депозитам. При этом в Центробанке заявляют о долгосрочном влиянии на экономику. В частности, согласно прогнозам регулятора, снижение ключевой ставки должно способствовать созданию условий для снижения процентных ставок в других сегментах финансового рынка. При этом эксперты не исключают и дальнейшего снижения ключевой ставки, отмечая при этом, однако, что потенциал этого рычага воздействия на финансовый рынок практически исчерпан. А мячам начнут прививать любовь к футболу. В региональном правительстве подписали трехстороннее соглашение с Федеральным Минспортом и Российским Футбольным Союзом. Согласно документу, в Омской области появится спортивная инфраструктура для развития данного вида спорта. Ожидается, что к 2030 году в регионе вырастет число тех, кто занимается футболом, до 40 тысяч. Чтобы у них была возможность себя реализовать в спорте, в области планируют провести модернизацию системы подготовки резерва, повысить уровень кадровой обеспеченности, увеличить количество соревнований, а также создавать новые и развивать уже действующие профессиональные клубы. Для нас важно, чтобы как можно больше ребят играли в профессиональных детских клубах. На сегодняшний день их уже занимается порядка 6 тысяч человек, но тем не менее здесь необходимо увеличивать и давать вот эту, скажем, связь поколений, чтобы ребята видели, куда им идти, куда стремиться и не уезжать из города. Да, уровень у нас неплохой. Мы видим, что сегодня и молодых футболистов забирают, другие регионы переманивают. Соглашение о сотрудничестве с Минспорта и РФС помимо Омской области также подписали представители региональных федераций футбола Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей. В каждом из этих субъектов, по словам президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, к 2024 году создадут региональный центр подготовки футболистов, сотрудники которого займутся подготовкой юных талантливых игроков. Таковы главные новости этого дня. В студии был Филипп Лебедь. До встречи в эфире.